Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Аминь! Вместе с нами любезно согласился провести время Борис Саулович Грисенко. Это Борис Саулович Грисенко, удивительный человек Божий, великий муж Божий, помазанник. Ну видите, это у нас такой, можно сказать, христианско-мессианский КВН. Нет, это телепередача «Искатели Бога», и мы в студии движения «Искатели Бога». И Борис Саулович раввин еврейской мессианской общины, самый большой в мире, просто огромный для мессианских общин. И это правда. Вот, Борис Саулович, спасибо за то, что вы согласились быть вместе с нами. Это время я согласился. Я же вас уговаривал. И после уговора Бориса Сауловича я сдался, но на самом деле нет, это было добровольно, по моей просьбе. Вот, Борис Саулович, только что состоялась встреча директоров движения «Искателей Бога». И в этой встрече мы, сегодня я давал полный отчет вам о нашей семейной жизни. Это был полный отчет? Это был полный отчет о семейной жизни. Моя жена говорила, я говорил, лидеры говорили нашего служения, и вся команда наша давала отчет. Подтверждаем. Мы расспрашивали, узнавали, как наши дела. В совет директоров входит пастор Рик Реннер, пастор Пол Зинг, София Жукатанская, пастор Андрей Тищенко, пастор Вениамин Брух и вы. Что вы скажете о сегодняшнем дне и прошедшем совете? Очень было приятно, очень как-то гостеприимно нас приняли. В общем, хочу сказать, что, слушайте, хорошая встреча получилась. Хорошая встреча. И знаете, как в советские времена говорилось, хочу выразить не просто свое мнение, но и мнение всех вышестоящих товарищей. Действительно, вы знаете, у всех очень такое радостное впечатление. Приятно было послушать Сергея Шегловского, его драгоценную супругу и основных лидеров этого служения. Во-первых, потому что отчет был честный. Во-вторых, он был действительно дружеский. И в-третьих, они давали нам возможность задавать разные вопросы и высказывать свои соображения. Честно, опять-таки говоря, придраться трудно было к чему-то. Но они были открыты, начиная с Сергея, для того, чтобы выслушать какие-то замечания, корректировки. Никаких особенных обличений у нас, к сожалению, не было. Но разговор был открытый. По крайней мере, в первую очередь, со стороны Сергея и затем со стороны остальных. И мы увидели, что это работает. Мы еще раз убедились, что вот такая форма помощи серьезному служению, межцерковному, межденоминационному и уже немалое время международному служению, вот такая форма духовной помощи и вообще вот такой помощи служению работает. И нам приятно участвовать в такой помощи. Ух ты, спасибо. Мне самому было интересно услышать это. Вы сказали очень все честно. Спасибо. Я надеюсь. Для меня было бесценно услышать поправки, корректировки, советы, очень мудрые и по финансам, и по взаимоотношениям нашим в команде. Были настолько глубокие поправки, что они попали не в бровь, а в глаз. Я даже удивлен этому, потому что некоторых вещей вы не могли знать, так как не проводили здесь много времени. И потому я увидел, что не только была мудрость и опыт ваших других директоров нашего служения, епископов, которые просто согласились, для нас большая радость, что они приняли это предложение стать этими директорами. Они не только мудростью поделились, но я видел, что движется Дух Святой, потому что, ну, по-другому я не могу объяснить. Вы не могли знать нашей внутренней жизни, вот как, например, вопросы, ну, там некоторые. Вы и так открыто об этом говорили, и в десятку упали, что аж вы ушли, и начались, все начали оживленно, команда начала об этом делиться, потому что это было поп-ап. Для меня, вообще, для других друзей, пастырей, служителей, епископов, которые участвуют в этом, как бы мы его ни назвали, директорском или попечительском совете, для нас это радость, для нас это не тяжелый долг, а радость. И явное благословение, вы знаете, явное благословение. Потому что всегда, когда тебя привлекают к такому Божьему делу, ты хотя бы в какой-то мере оказываешься в потоке благословений, протекающем через непосредственных участников и исполнителей этого дела, этого Божьего общения. Борисович, а что Вы думаете вообще о важности и подотчетности? Я знаю, что сегодня в теле Христа бродят разные мнения на эту тему. И я знаю о том, что точно есть такая точка зрения, что лидер может быть напрямую под Богом, и просто все остальные послушны ему, а он Богу напрямую. Я не исключаю таких особенных, исключительных лидеров. Они могут быть, мы видим их в Библии, но, к сожалению, это не норма, а это именно исключение. И кроме того, такие исключения, они вырастали постепенно. Даже такой совершенно особый апостол из апостолов, через которого Бог совершил больше, чем через всех остальных своих апостолов, открыл ему то, что не открылось никому ни до, ни после него. Уже Вы догадались, это апостол Павел. Он шел к своему особому апостольскому служению долгие годы после покаяния, после обращения к Иисусу. И Вы можете проследить по деяниям апостола. У него были годы подчинения той или иной духовной власти. И даже первые апостольские путешествия он совершал не просто как апостол напрямую Бога, но как апостол-посланник антиохийской церкви, куда он и возвращался после завершения своих уже даже апостольских путешествий. Этот пример показывает, что мнение о том, что есть такие суперзвезды, которые только возникнут, сразу начинают сиять, как солнце, но, мягко говоря, не совсем библейские оправданы. И мы видим вокруг себя кучу таких звезд. Мы видим в этом плане, как, к сожалению, немало церквей, немало христиан пытаются подражать звездной системе этого мира. И самим быть независимыми, самим быть неподотчетными, самим быть безответственными, и в то же время стараться, чтобы люди, которых они ведут, были под их жесткой властью и чуть ли не быть посредниками между такими людьми, такими овцами и Богом. Ну и насколько я тоже смотрю и знаю некоторые известные служения, которые сегодня переживают большие проблемы, то эта система, на мой взгляд, плохо себя оправдывает, потому что эти служения сильно страдают, и страдают в результате люди, страдают овцы. И я думаю, что даже у Давида, у него, хотя Давид, это было как бы первое лицо служения, он был царь, и он был пророк, и священник, и он жил в Ветхом Завете практически как в Новом. И Бог так мощно использовал его, что он, даже не будучи священником, мог входить в Ефоде прямо к Богу и общаться с Ним. И при всем при этом у него были люди, которые говорили в его жизни. И, например, в частности, пророк Нафан. Он мог прийти к Давиду, и Давид именно внутри был под его духовным авторитетом настолько, что принимал его корректировки, советы, и делал то, что Бог говорил ему, и Нафан говорил ему. Это правда. Я только что приехал из Израиля, и, скажу честно, опять был огорчен тем, какое большое количество там верующих, которые не подчиняются никому, не неся никакой ответственности, ищут тех, которые подчинят своих власти. И такое ощущение, что Бог им говорит по сто раз на дню по любому поводу, и они, в общем-то, считают себя этакими звездами межцерковного служения во Вселенской Церкви, над которыми имеет право царствовать только один – Иисус Христос. И такое ощущение, что и то с оговорками. Я думаю, пример Сергея Шедловского, который в этом развивающемся, сильном служении, в котором он мог идти достаточно свободно, не подчиняясь никому. Пример Сергея Шедловского, решившего, что ему нужно определенное духовное покрытие, ему нужна помощь, ему нужны люди, которые будут иметь право вникать в его служение, и не только в прекрасные, замечательные стороны, в те радостные плоды, о которых многие знают, но и в какие-то моменты, которые требуют корректировки. Вот его пример, он, я думаю, достаточно красноречив. Потому что люди, у которых, к сожалению, нету подобных плодов, они уже считают себя гораздо более зрелыми и возросшими, и считают, что им никто не нужен, они сами могут корректировать кого угодно. И я еще хочу сказать кое-что многим прекрасным служителям, до которых доходила негативная информация о Сергее Шедловском, как таковом, и о том служении, которое связано с его именем, но служении, которое не есть служение Сергея Шедловского, а один из потоков познания Бога в современном теле Христа. Я хочу сказать и о нем, и об этом служении вот что. Сергей Шедловский – это человек вменяемый, это человек, который боится Бога, это человек, который старается согласовывать со Словом Божьим, прежде всего, Новым Заветом, и свои взгляды, и свое учение, и свою жизнь. Так же, как и его жена, так же, как и те люди, которые составляют его команду. И это движение, оно родилось и продолжает развиваться не просто по личной, сильной воле Сергея Шедловского, не для того, чтобы его имя засияло, как очередная скороспелая и быстротухнущая звезда, оно возникло и развивается согласно Слову Божьему. Они хотят, чтобы ни гордость, ни тщеславие, ни любопрение, никакие иные ложные мотивы не вмешались в это служение. И я свидетель того, что, когда Сергей получал какие-то советы и корректировки, и он видел в Слове Божьем, что это советы и корректировки, прописания, он принимал их и исправлял то, что нужно было исправить, без раздражения и без попыток доказать и оправдать себя. Спасибо большое, я очень хотел, это не согласовано с ним, это то, что я захотел, я чувствую, что я должен сказать это для некоторых серьезных, боящихся Бога, ищущих Бога служителей, которые получали недостоверную информацию о Сергее и о служении искателем Бога. С вами были Борис Грисенко, Сергей Шедловский. Мы любим вас и от всего сердца благословляем. Будьте послушны вашим пасторам, будьте послушны вашим епископам, будьте послушны друг другу, написано «Поминуйтесь друг другу». Давайте будем уважать духовную власть, которую Бог ставит над нами. Давайте будем почитать отцов и родителей наших духовных и земных. Давайте будем Бога чтить, Бога бояться, царя чтить, пасторов чтить. И я верю, что это первое заповедь суббитрования. Почитай царь мой и продлятся дни твои на этой земле, и дни служения твоего в том числе на этой земле. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы были вместе с нами. Но при этом, дорогие друзья, всегда помнить, что нет иного посредника между человеком и Богом, как Сын Божий, Человек Иисус Христос. И никто, ни один человек, самый здоровый и самый прекрасный, не может для нас хотя бы в какой-то мере заменить Бога. И все, что мы слышим и видим, мы не только имеем право, мы обязаны сравнивать со Словом Божьим, проверять по Писанию, прежде всего по Новому Завету. Пожалуйста, не забывайте об этом. Оставайтесь с нами, не оставляйте телевизор в этом случае. Не оставляйте телевизор, потому что через короткое время мы увидимся снова. Итак, только что мы провели интереснейшее время с Борисом Сауловичем Грисенко. Знаете, этот удивительный человек. На самом деле он раввин большой еврейской миссианской общины, самой большой в мире. Как ни удивительно, она находится в Киеве, и поэтому для нас такая большая привилегия, что этот, во-первых, еврей, и во-вторых, Божий помазанник, он присутствовал здесь. Я счастлив также быть подотчетным ему. И я рад, что сегодня весь день мы провели в подотчетности, и я был подотчетен пастору Борису, я был подотчетен или раввину Борису, я был подотчетен другим директорам нашего служения. В наш совет вообще входит, если кто-то не знает, пастор Рик Реннер, пастор Пол Зинк, которого, возможно, вы знаете по прямым эфирам на телеканале СНЛ, также пастор Борис Грисенко, пастор Вениамин Брух, пастор София Жукатанская и пастор Андрей Тищенко, епископ Андрей Тищенко. Эти Божьи помазанники мои очень хорошие друзья. Я пригласил их и сказал, я хочу стать подотчетным вам, быть подотчетным вам. И они любезно согласились. Именно поэтому сегодня мы в очередной раз собрались вместе. Я давал отчет во всем. В финансах, во взаимоотношениях с разными людьми, в моих взаимоотношениях с женой. Моя жена помогала мне. Я не доверял сам себе. Я потом попросил, чтобы быть объективным, чтобы она рассказала, что происходит в нашей семье с ее точки зрения. А то муж может сказать, что у нас все хорошо, когда жена рядом будет сидеть и думать, где же хорошо. И потому она рассказывала со своей стороны. Потом я пригласил лидеров, и лидеры рассказывали со своей стороны все, что они думают о нашем служении. Потом я попросил епископа выйти ко всей нашей команде, ко всем моим помощникам. И все говорили, что они думают. И была очень искренняя, глубокая беседа. Дело в том, что... Почему именно таким образом я решил сделать этот отчет? Я рад, что, во-первых, инициатива исходила от меня. Я счастлив, потому что это действительно мое желание быть искренним и быть прозрачным. Во-первых, я не хочу впасть ни в какие ереси. Раз. Потому что, Господи, помилуй меня, когда ты смотришь на то, что уже не только в Америке, порой рядом с тобой взрываются мины и избранные лучшие из лучших падают. И ты думаешь, Господи, кто я такой? Ни вида, ни величия, не знаю ни моего, ни выхода, ни входа. Вообще еще настолько надо возрастать в духовном, в познании Бога, во всем. Еще так молод и в годами, и в Боге. И ты думаешь, Господи, сохрани меня. И понимаешь, что одно из самых главных – это не только надежда на Бога, и на себя нужна подотчетность, нужно быть в теле Христа. Я верю в это, я вижу это в Священном Писании. Именно потому я попросил этих драгоценных помазанников Божьих служить мне. И так же я не хочу не только в подвересе, я не хочу возгордиться, хотя, в принципе, это все одно и то же. Я не хочу возгордиться. Я хочу, чтобы мое сердце было чистым. Я хочу жить святой, чистой жизнью. Потому я им подачу это не только в служении, но и в личной жизни. Я хочу, чтобы у меня все было чисто в финансах. Я хочу, чтобы, как бывает порой у служителей, семья страдает от служения. Я не хочу потерять свою семью. Я не хочу еще в какие-нибудь крайности впасть. Помилуй меня, Господи. Знаете, потому я понимаю, что это не им надо и не кому-то там. Это нужно мне. Потому, знаете, вот хочу сказать, если ты еще никому не подотчетен, пожалуйста, обрати на это внимание. И мой тебе совет. Будь кому-то подотчетным. Я думаю, что каждый должен иметь какого-то духовного отца или отцов, которые будут чувствовать за тебя ответственность пред Богом. Это люди, которые любят нас. Как выбрать себе такого человека, которому быть подотчетным? Этот человек должен искренне любить тебя. Он должен желать тебе лучшего. Это не тот человек, который желает тебе зла или худшего. Ты должен быть в нем уверен. И этот человек действительно поможет тебе. Он действительно тебя поднимет. Он действительно будет тебе служить. Господь через него будет поднимать. Поэтому найди себе такого человека, которому ты будешь постоянно подотчетным. Мой тебе совет. Если у тебя есть пастор, иди к нему. Если есть лидер, иди к нему. Если, может быть, нет никого, слушай, ну тогда письма пиши. Ко мне пиши письма, в конце концов, во имя Иисуса Христа. И найди еще кого-нибудь себе, но будь кому-то подотчетным. Особенно, если ты служитель. Это так важно. Окей. Итак, Божье Слово говорит нам об этом. Я так рад, что сегодня это состоялось. И действительно, это был приятный для меня момент. Итак, я хочу сейчас помолиться за вас. Позвольте мне помолиться, особенно за вас, драгоценные партнеры. Эта передача, снова и снова, повторяю это без остановки, эта передача, возможно, только благодаря нашим партнерам, людям, которые поддерживают эту телепередачу, если бы не ваши пожертвования, драгоценные бабушки, которые пересылают свои пожертвования, посильные для вас. Спасибо вам большое. Спасибо, что есть люди, которые вообще, ну, просто бывают иногда такие, ну, доллар один пересылают, там, 10 гривен благословения такие, там, или, или там, 30 рублей российских, или, там, доллар один, или, там, 3 евро, там, тоже, это, ну, такие вот бывают. Знаете, это так, драгоценно для Господа. Вот именно, знаете, вот вам кажется, да, это мелочь, а на самом деле именно вот таких людей большинство и оплачивают вот этот эфир, эту передачу. Вот вам хорошо было с Борисом Грисенко сейчас? Вот скажите, вам было весело с Борисом Грисенко? Хорошо было? И духовно скажите, это же благословение. А кому, благодаря кому стало это благословение возможным? Благодаря тем, кто поддержал эту передачу, потому что, если бы не их поддержка, вот многих людей, которые сеют в эту передачу, не было бы этой передачи вообще. Потому, спасибо вам большое, дорогие участники этой программы, партнеры этой программы, поддерживающие эту программу. Дайте, я благословлю вас. Господи, я благословляю всех, кто поддержит эту программу. Я благословляю во имя Иисуса Христа. Боже, излей свою милость, исцелет всех болезней, подними во всем, подними бизнес, подними служение, подними, Господь, семьи, подними, Господь, каждую область жизни во имя Иисуса Христа, подними в близких отношениях с тобой. Господь, пускай они будут успешны в служении и никогда не упадут. Отец, защити их от падения во имя Иисуса, защити их от падения. Я молю тебя и также прошу тебя, Господь, если вдруг кто-то даже упал, подними, омой, очисти, поставь, чтобы каждый приносил плод. Коснись каждого партнера. Я молю тебя во имя Иисуса Христа прямо сейчас, прямо сейчас. Касайся, 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 касайся. Прямо сейчас. Касайся, касайся и касайся, Дух Святой. Я благословляю, конечно же, каждого телезрителя. Также благослови, Господь, каждого телезрителя и наполни. Дух Святой, пролейся дождем на каждого драгоценного телезрителя во имя Иисуса Христа. Посети, наполни дом, восполни нужды. Коснись, Господь, благослови материально, духовно, душевно. На всем пусть будет Твое благословение. Господи, пускай милость Твоя идет по всему лицу земли. И ко всем, кто прямо сейчас сидит у телеэкрана. Не важно, что это запись. Не важно, что это запись. Боже мой, я прошу Тебя. Да, это не прямой эфир. Но я молю Тебя, Господь, всех тех, кто сейчас сидит у телеэкрана, прямо сейчас. Коснись. И когда бы эта передача не показывалась. Даже если она будет показываться через год. Через хоть когда угодно. Коснись, Господь. Я прошу Тебя. И излей Свой Дух Святой. Исцели от всех болезней. Восстанови семьи. Восстанови отношения с Богом. Служения. Все. Подними и дай Твой рост. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое, что Вы были вместе со мной. Люблю Вас. Благословляю Вас. Вы драгоценные Божьи сосуды. Образ и подобие Господа. Бог обожает Вас. Всем Своим сердцем Он любит Вас. Будьте благословенны. Дорогие мои партнеры. Дорогие партнеры этой телепередачи. Без Вас эта программа никогда бы не увидела свет. И не смогла бы благословить многих людей. И потому я хочу отблагодарить Вас. И высвободить в Вашу жизнь пророческое слово от Господа. Это 90-й Псалом. Дорогой партнер этой телепередачи. Ты живущий под кровом Всевышнего. Под сенью всемогущего покоящийся. Ты говоришь Господу, прибежище мое и защита моя. Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя. Тебя, мой дорогой партнер. От гибельной... От сети ловца. От гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя. И под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение. Истина его для тебя. Не убоишься ужасов в ночи. Стрелы, летящие днем. Язвы, ходящие во мраке. И заразы, опустошающие в полдень. Падут подли тебя. Тысяча и десять тысяч одеснуют тебя. Но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами своими. И видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал. Господь, упование мое Всевышнего. Избрал ты прибежищем твоим. Халлелуя! Не приключится тебе зло. И язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедуют о тебе. Охранят тебя на всех путях твоих. Драгоценный партнер этой телепередачи. Мой драгоценный партнер. На руках понесут тебя. Да не приткнешься ногою о камень твоею. На спидой Василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. Бог хочет сказать тебе, драгоценный партнер, за то, что ты возлюбил его, за то, что он возлюбил меня, говорит тебе Господь, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготе, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Говорит тебе Господь, драгоценный мой партнер, люблю вас, так благодарю вас и благословляю вас, драгоценные мои друзья и партнеры, поддерживающие эту телепередачу. Пусть Бог благословит вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok